В начале расширенного совещания слово взяла председатель городской думы Зинаида Васильевна Ерохина. Она озвучила перечень мероприятий Ростовской-на-Дону городской думы, запланированных на февраль текущего года. Фосль с докладом о криминогенной ситуации выступил буквально накануне назначенный, а точнее переведенный с должности ООН на постоянную начальник управления МВД Южной столицы Сергей Шпак. Следует отметить снижение мошеннических действий, краж банковских счетов, отнесенных к категории тяжких преступлений. Профилактическими мерами удалось не допустить роста преступности в состоянии алкогольного опьянения. В отношении иностранных граждан количество преступлений в совершенной группе сократилось практически на 60%. Раскрыто 794 преступления, сократилось на 6,4 остаток нераскрытых преступлений, раскрываемость увеличилась до 57,7%. Дальше обсудили перевод бесхозных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность. Внимание заострили на СНТ урожай. Там 875 домов и проживает 1800 человек. На сегодняшний день в садоводстве длина электросети более 2,5 километров, и техническое состояние проводов не позволяет передавать необходимые объемы электричества. Решение этой проблемы определено. По итогам проведенных совещаний определено оптимальное решение – консолидация сетей электроснабжения СНТ урожай на баланс пауэр с сетей Юг. В настоящее время департаментом ЖКХ и энергетики разработана дорожная карта для реализации проекта по передаче в рамках консолидации электросетевого хозяйства СНТ урожай на баланс пауэр с сетей Юг. Планируется, что город не будет тратить бюджет на это решение. Согласно заявлению заместителя главы администрации по ЖКХ Алексея Пикалова, жители СНТ сами оплатят эти изменения и средства на это у них есть. Однако сити-менеджер поручил еженедельно докладывать о состоянии дел в СНТ урожая и решить эту проблему, даже если жители не смогут собрать необходимые средства. Завершилось совещание докладом о вовлечении в оборот земельных участков высвобождаемых после сноса аварийных зданий и о проблемных вопросах образования участков под уже существующими многоквартирными домами.